Девушки отдыхают Девушки отдыхают Простите, с отцом Ефремом приехали люди, с которыми он проднился душой. Кого-то привел ко Господу, поселил веру в сердце, а потом крестил. Были и те, с кем он мог часами напролет говорить о православии. Хотя попросту гуляющего по монастырю его еще никто никогда не видел. Он был незаметным, но он был везде, говорят в монастыре. На богослужениях, в скотном дворе, в столярке, ловил рыбу на пруду для монашеской трапезы. Особо огорчились те, кто не смог приехать на прощание с батюшкой. Ребятишки из детских домов «Гнездышко» и Ивановского детского дома имени Матросова. В них он вкладывал всю свою душу. Часами возился с сиротами в столярке за изготовлением деревянных автоматов и мечей. Учил ребят молиться и креститься. Вечером у костра шли долгие, но очень интересные беседы перед утренним причастием. Он был незаметным, но заменить его невозможно. Чины Ирейского в отпевании – это когда молятся за упокой души усопшего священника долгий. Братья монастыря вместе с духовенством в Арыжской епархии во главе с епископом Филаретом больше двух часов возносили сугубые молитвы ко Господу, дабы он принял душу отца Ефрема в царстве своем и простил ему всякое прегрешение. Потом прощания и похороны на монашеском погосте за алтарем Казанского собора-монастыря. Вот неземля исполнения системы. Богу блажит упокоит Романах Система. Нас помилуйте. В памяти людей он навечно останется добрым и отзывчивым батюшкой. Готов он всегда прийти на помощь. Он всегда находил компромисс в примирении человека с Господом. Будем молиться об упокоении его души в надежде на то, что и он вознесет свои молитвы к Богу за нас грешных. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для All Правда ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok